Здравствуйте, друзья! Я просто вся на эмоциях, очень-очень недовольна ситуацией, которая только что произошла. Значит, что получилось? Получилось так, что мне пишут люди, которые хотят приобрести две квартиры в комплексе «Сибирская башня-3». Называют номера. Я уточняю у застройщика, свободны ли эти номера к продаже. Мне подтверждают, что свободны. Мы приезжаем на проект. Квартиры, соответственно, я эти показываю. Мы приезжаем в офис к застройщику. Все это время меня люди убеждают, что они покупатели, что они хотят приобрести эти две квартиры. Простите, одну квартиру. Спрашивают про документы, спрашивают про оформление и так далее. Значит, приходит представитель застройщика и тут мне объявляют, что каким образом вы можете продавать уже проданные нам квартиры. Естественно, я в шоке. Я не понимаю, что происходит. И в их присутствии спрашиваю у застройщика, у представителя строительной компании комплекса «Сибирская башня-3». Ребята, что происходит? Вы мне высылали прайс-лист, потому что, возможно, я могу себе такое представить, что, возможно, за вот эти несколько дней они квартиры продали, прайс-лист не обновили и квартиры действительно проданы. На что мне заявляют, что квартиры к продаже свободны. Каким образом получилась эта ситуация? Вот сейчас я обращаюсь к своей коллеге. Я имя называть не буду, потому что это будет странно, да, если я представитель агентства недвижимости, буду вот сейчас негатив распространять на свою коллегу, да, то есть как антиреклама и так далее будет выглядеть. Получилось так, что она деньги от людей взяла, а застройщику она их не принесла. Таким образом, застройщик выставил, соответственно, эти квартиры снова на продажу, а деньги находятся у нее. Вот. А тут, значит, в этой ситуации очень неприятны два момента. Первый момент – это, конечно, поступок моей коллеги, которой я вообще не понимаю, как так можно делать и подставлять людей, подставлять свою репутацию. Вот. Но это ее проблемы. Второй вопрос – это именно отношение, поведение самих вот этих клиентов. Ребята, если у вас какие-то проблемы, и вы там что-то не понимаете, например, да, видите правь, видите свои квартиры, ну, в чем проблема? Написать мне об этом честно и рассказать о своей ситуации, что вот вы приобрели квартиры, да, вот эту квартиру, они две приобрели квартиры, вот у этой агентши, да, приобрели квартиры, почему мои квартиры сейчас выставлены на продажу? Честно рассказать о своей ситуации. У меня есть на нее прямой выход, на эту женщину, у меня есть прямой выход на представителя застройщика. Я всегда помогу, я никогда никому не отказываю, не говорю, что там платите мне какие-то бешеные деньги, для того, чтобы я вам помогла и вас проконсультировала. Я могу сделать это бесплатно, если это не займет много моего времени. Вот, но использовать меня вслепую и еще при застройщике, при своих коллегах обвинять в том, что я продаю уже проданные квартиры, я, извините, этого не позволю. Вот этим людям я отказала в дальнейшей консультации, в дальнейшей помощи, потому что так делать нельзя. То есть они меня пригласили для того, чтобы якобы вывести меня на чистую воду, то, что я продаю уже проданные квартиры, когда в их ситуации их обманул другой агент. И просто, насколько я понимаю эту ситуацию, она деньги просто застройщику не отнесла, потому что я знаю, что у нее были такие претенденты, она этим славится. Вот, но я, извините, ребята, в этой ситуации вообще ни при чем. Застройщик, он ни на кого-то у Кили не выписывал, документы не делал, деньги ему не принесли, соответственно, он может продавать эти квартиры дальше кому угодно. Вот, вы уже решаете свои вопросы непосредственно вот с этой компанией, с которой вы работали. Меня обвинять в том, что я делаю какие-то двойные продажи, продаю проданные квартиры, я никому не позволю, потому что мы этим не занимаемся. Ну, а тем более вот таким образом, паскудным, использовать мое время, использовать меня. То есть устраивать сначала клоунаду, цирк, выдавать себя за покупателей, а потом мне ошарашить при приходе представителя застройщика, что, оказывается, это они хозяева. Ну, хозяева разбирайтесь тогда с тем, кто вам эту квартиру продавал. Я при чем? Я продаю только то, что свободно к продаже от строительной компании, вот. А вы уже тогда решаете свои вопросы с тем, кому вы отдавали деньги. Вот. У нас, например, в компании как? Либо люди, если покупают с первичка, они передают деньги непосредственно застройщику, либо передают нашей компании под договор, в котором написано, что мы обязуемся в полном объеме все суммы передать застройщику, что мы и делаем. Вот. Если вас обманывают и поступают бесчестно, то, конечно, уже решайте свои вопросы сами. Вот. А еще один момент. Конечно, люди хотели наверняка помощи и содействия, вот. Но я уже сказала, при таком подходе его не будет. Вот. Потому что это очень обидно, неприятно. И я, конечно, трачу свое время. У меня очень много работы, расписанный график. И если сейчас, да, я не занималась этим, я бы занималась чем-то другим, тем более полезным, который будет способствовать развитию моей работы, а не вот тратить время на решение чужих проблем, которые людям создала совершенно другая компания. А я... А еще меня пригласили, да, как крайнюю, как человека, который делает двойные продажи, выводить на чистую воду. Вообще так не пойдет. Вот. Я, короче, на вообще жутком негативе очень возмущена и этой женщиной, которая вот так сделала с этими людьми и с этими людьми, вот. Которые вот так поступили. Могли бы нормально, по-человечески все написать, эту ситуацию обратиться, я бы все узнала, все бы рассказала, и вывела бы их напрямую на вот эту женщину. Я знаю и ее телефон, и офис, где она живет, и все знаю. Вот. Но при таком подходе решайте свои проблемы сами. Все. Я пошла делать нужные и полезные дела.